Всем привет! Вы на канале Watchboxes. Сегодня на обзоре у нас сразу две интересные модели от японского бренда Seiko. Сразу скажу, что это две лимитки от спортивной коллекции Seiko Prospex. Так, не нужные коробочки уберу. Обе модели идут в таких нарядных черных коробках. Серия Land идет в коробке с белой окантовкой, а дайверская модель с такой яркой оранжевой окантовкой. На крышке также мы видим, что это лимитированные часы. Часы созданы в рамках The Black Series. И, как заявляет производитель, серия вдохновлена мистическими видами ночного океана. Я же предлагаю рассмотреть каждую модель поочередно. И начнем, пожалуй, с дайверской модели. В корпусе самурай. Напоминаю, что такое название появилось из-за рубленых ранее корпуса. А также из-за стрелок, которые напоминают самурайский меч. Кроме того, в этой модели минутная стрелка выделена оранжевым цветом. Как, кстати, и коробка. Такой цвет стрелки как бы означает луч света в темном ночном море. Такая легенда от производителя. Корпус выполнен из нержавеющей стали 316L с черным PVD-покрытием. Стекло Hardlex. На циферблате есть индикатор даты. Однонаправленный алюминиевый безель на 120 кликов. Комплектуются часы силиконовым ремешком. Застежка обычная, стекла. На задней крышке изображена большая волна в Канагаве. Как, кстати, правильно заметил в комментариях один подписчик в одном из прошлых роликов. Также тут есть характеристики. Водозащита 200 метров. Это сертифицированные дайверские часы. Нержавеющая сталь. Ну и тираж 8000 штук. Давайте пока перейдем к модели Tortoise. Корпус уже обозревал эту черепаху, однако то была не лимитка. В часах цвет стрелок тоже как бы напоминает окантовку коробки. Корпус также выполнен из нержавеющей стали с PVD-покрытием черного цвета. А вот, например, стекло тут уже идет сапфировое, утолщенное. Также тут другой ремешок. Это ремешок состоит из нейлона в верхней своей части, а внизу кожаная подкладка. На задней крышке мы видим сигналы бедствия, международную таблицу кодов сигнал бедствия, ну и также другие характеристики. Несмотря на водозащиту 20 бар, как и в прошлых часах, эти часы не являются сертифицированным дайвером. Также тут безель вращается в обе стороны, и на нем нанесены стороны света. Также есть индикация даты между 4 и 5 часов. Выпущено таких часов на тысячу меньше, чем самураев. Всего 7000 штук. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть и сравнить состав Lumibride на стрелках и метках. Итак, левее держу самурай, а правее черепаху. Ну и как видим, сертифицированный дайвер светит намного лучше. И также выделяется точка на безеле. В торту из такого нету. Однако, он тоже светит довольно-таки неплохо. В двух часах стоят одинаковые механизмы 4R35. В калибре 23 камня, 21600 полуколебаний в час. Запас хода до 41 часа. Есть также стоп-секунда и возможность ручного завода и автоподзавода. Размер корпуса Усамарая немного больше. 43,8 мм против 42,5 мм. Ну и ощущаются они больше. Так же толщина тут 13,4 мм против 11,7 мм. Разница, я думаю, ощутима. Цена же самурая примерно 500 долларов. А вот черепаха стоит немного больше. 570 долларов. Но не стоит забывать также, что и лимит тут на 1000 часов меньше выпущено. Так, пишите в комментариях, какая черная лимитка вам понравилась больше. Не забывайте подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели этот ролик. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok